Ну, предложение простое. Организация отдыха и свободного времени для теримовцев. Что меня интересует? Ну, вообще предложение, как бы интересует, и вообще интересует обратная связь, что людям интересно, на самом деле. То, что мне интересно, когда я понимаю из себя, ну, что такое организация отдыха? Это, допустим, совместные какие-то спортивные мероприятия, можем какую-нибудь маленькую олимпиаду у себя провести, совместные вывозки на природу, любые условия, там, по тайге погулять по горному Алтае, сплавы, так далее, впереди лето, сейчас весна. Ну, много всяких вот этих вещей. Для чего я это вообще предлагаю? Для того, чтобы, ну, более тесно сплачивались команды и вообще на природе всегда посещают гениальные мысли. Тут ничего не дают. В городе одно, на природе другое. Это любого формата могут быть такие вывозки, однодневные, двудневные, с походом, с рюкзаками, на великах, на чем угодно. Вот так, коротко. И мне, что не от вас, то есть идеи, ваши предложения, вообще надо, интересно или неинтересно это, ну, и все. Это, ну, то есть, если это интересно людям, то я, как организатор, предлагаю, так сказать, совместное участие, то есть совместную организацию раз, и второе предлагаю, ну, на постоянной основе сделать. То есть, вот мы раз в месяц там встречаемся в те времена, да, по средам, я так понимаю, вот клубцы, повторно, артель, артель. Артель собирается, ну, вот где-то что-то. То есть, вот с Ильей мы, допустим, там, летом на яхте ходим, да, и вот еще Дима, сейчас его нету, тоже вот он с нами на яхте ходит. То есть, вот такие вот вещи. Ну, все, сплачиваются команды, постараются. Ну, то есть, тем более, у вас был опыт, как-то он, может быть, заглох, может, на новый уровень это надо выйти. Если хочешь помочь нам, ну, то есть, хочешь помочь клубу. Да, и себе тоже. И себе тоже. То есть, и тая вопрос, ну, то и вопрос, что могло бы быть интересно. Да, что могло бы быть интересным людям вообще. И ты готов это провести. Ну, то есть, мы сейчас говорим идеи, и ты из этих идей выбираешь то, что тебе интересно было бы провести. Ну, то есть, как бы сделать это. Ну, да. Выездная встреча, верим, да, еще лучше, выездной фестиваль. Наверняка, куча людей, которые с удовольствием присоединятся из тех людей. Ну, их, естественно, нужно специально приглашать, да. Из тех, кто были раньше, наверняка, вот эти вот дочерние предприятия, типа Сибстрина, Нгаха. Ну, это лето, абсолютно. То есть, много народа это лето. Для новосибирцев много народа. Народ народа это Алтай. Если это горный Алтай, то со своей стороны прошу-шу по округе, и там, где копают археологи, схожу туда на экскурсию. Вот, прикажу, да? Вот и строчь, чтобы мне сейчас идея пришла. То есть, двухдневный фестиваль, мне нравится слово фестиваль. То есть, как бы, двухдневный фестиваль. То есть, фестиваль мечты. То есть, как бы, фестиваль поддерживал исполнение мечты. Для исполнения мечты. Суббота, воскресенье, чтобы там работающие, недалеко, ну, то есть, вариант недалеко от Новосибирска, чтобы мы, как бы, это на одно из баз. но то есть на одной из загородных баз обязательно с ночевкой то есть точно трезвый здоровый образ жизни без алкоголя то есть как бы здоровый образ жизни посиделки у костра там в ночь там и так далее можно но я не знаю я говорю что недалеко от насибирской чтобы люди могли реально доехать но или автобусы есть еще есть разные мысли техники но то есть разные мысли техники мастер по большому счету используем мозговой штурм ну то есть такая распространенная мы используем технику мозговой штурм но есть еще и три зеоди и коучинг и форсайт и машинка переследие на генерации то есть там можно такие игрушки мыслительные играть на генерацию продвижения это может быть проектов только выездные смотри идея то есть для того чтобы свой проект но то есть проект своей мечты и дальше мы там начинаем вариться друг в дружке разные формы то есть мы сейчас в формат вот такой вот или настрой лаборатории то есть разные и мы там соединяемся выезжаем и два дня каждый погружается в свой проект но он какое-то время сна своим проектом работает потом присоединяется в команду к другому его продвигают мы же сейчас по 20 минут продвигаем проект каждого ну по сути и там можно намесить всевозможных разных вещей вот таких вот ну короче все таки я за то чтобы фестиваль именно исполнение мечты я уже написал как брендо образующий а все остальные как припачкованный ну то есть разворачивающие суть суть исполнения мечты чтобы вот это вот пространство но транслировать если это на алтаре у меня такое пожелается третье это действительно это интересно богу фестиваль плюс те кто много здесь выступал вот фестиваль это такой небольшой праздник которому подготовиться даже я много дел проектов но они так или иначе внутри меня щас кристаллизовались и это можно было бы сделать такие каждому если допустим сибирской артели он сколько встреч подряд на дереве шаг подряд а потом все же 10 выступлений вот и просто об этом и сколько она кристаллизовалась потом вышел на вот можно нарезку сделать там от первой презентации до последней можно было бы да то есть как происходило это то есть как это происходило кристаллизация на немного таких проектов которые ну то есть долго вот ленисовский фактически . и мой длинный тоже 5-6 кирилл вообще не снимал блин первое время время ну и не суть как бы в этом я говорю просто что этот ход это ну и в первую очередь ну как бы это фестиваль общий фестиваль да но это должен быть праздником каждого человека как он пришел но это вот можно сделать такие ну ключевую ключевые вещь плюс что было бы интересно чтобы это было все таки классическая встреча дерева чтобы классическая встреча терема просто размять мозг там потусоваться на природе там где-то что-то на чтобы обязательно прошла классическая встреча терема вот выездная но все-таки классическая ну можно даже несколько дней ведущие ну то есть 34 ну да то есть смотря какой по размерам и все-таки еще однозначно я бы мое тоже пожелали что-то была трезвая тема и чтобы это был хотелось бы чтобы это был праздник в котором не просто кто-то один там суетиться друг для друга но фактически мы делаем праздник для себя и своими силами праздник для фестиваль своими силами хотелось бы быть вот в этом процессе подготовки организатор к примеру мог бы раз в полгода если такую штуку проводить до допустим или раз можно чаще там раз два месяца раз три месяца то есть каждый месяц это не будет от этого смака там допустим там раз подольше дата будет злак тоже раз в год но максимум два раза не до 2 я имею ввиду надежда на большой я имею ввиду что два и просто бы это еще как бы усилило ну работу в течение года люди зная что будет такой фестиваль люди бы готовить и свои проекты к этому празднику бы по подводили это выступление капитанов за год . как я что у меня произошло за год то есть мы рефлексируем там еще раз в месяц но фактически да ты поддерживая друг друга и по проектам а здесь такая рефлексия годовая то есть каждый бы смог это типа анонс проекта анонс моей мечты как я шел к своей мечте в течение этого года выставить выступление капитана можно там некоторые нарезки сделать из разных видео ключевые такие вещи мы сейчас на романа работает то есть то так ли мы двигаемся как тебе хотелось вот сейчас когда ты ходил но просто тема ушла в то что это сделать грандиозно я себе написал может главный фестиваль один раз в год запускать но все-таки встречаться нужно чаще и нам всегда не хватает времени а потом прожить жизнь обрадуемся еще потратили либо давай вводную но то есть все таки тысяча капитан да я понимаю что главный фестиваль это можно как бы вот все что у нас за год произошло бы это прямо в один в один фестиваль бабахнули и там мы можем туда много пригласить из институтов отовсюду там не только вот из клуба терим который придет и чего-то там их заинтересует и они станут сюда приходить какие-то идеи нам подбрасывать и все такое а вот в течение года маленькие короткие вывозки я это более продуктивно это более интересно собрались там ну 5 человек давать все решили там остальные предложили да да нет нет собрались поехали приехали поделились опытом мы съездили у нас там мозговой штурм был бы такие места поведали ребята на самом деле я могу долго рассказывать что я посмотрю в эти выходные но поскольку вас там не было вы это не прочувствуете это сто процентов для меня всегда важно когда я не просто сам я был на горе белуха да не один раз я видел там ходил когда-то она мне не покорилась потом покорилась от внутреннего состояния зависит человека но я могу об этом рассказывать очень долго но если мы с вами туда поднимемся мы вот я просто скажу а помнишь все слов не надо вот так рождаются команды или допустим сплав вот восемь не сплавлялся там два раза да и вот у нас такая команда образовала что половина людей из новосибирской половины из других городов мы до сих пор переписываемся и нам есть о чем говорить еще одна идея сделать такие но не флажки терема скинуться и напечатать флажки терема и ставить их в тех местах где мы побывали где попусывались их ставить в ключевых местах и главный флаг прямо на белуху поднять клубом и поставить роман смотри вот как бы получается что но у тебя эта тема интересно цепляет то есть не идет ли речь о создании твоего туристического агентства нет я не хочу нахуй зарабатывать деньги ты хочешь меня где-то хватает на заводить нет мы все одинаково вкладываются и соответственно все одинаково получаем приватизировал природу ничего не приватизирую то есть и организационные вопросы мы разбрасываем на всех и едем спокойно для меня вот этот принцип равнозначностью ключевой то есть я не хочу на этом зарабатывать однозначно все это неинтересно у меня развитие флажков у меня на самом деле была одна мечта может быть мы сможем реализовать то есть я хотел устанавливать свои солнечные батареи каких-нибудь красивых местах например на те же столбах красноярских на белухи еще что то что там стояла видеокамера и она по спутнику могла транслировать вид оттуда а человек через интернет мог включать систему слежения видеокамеры смотреть куда захочет а если он ну на самом деле еще было желание на этом немножко заработать за возможность управлять системой слежения платил деньги мы можем продолжая твою идею сейчас это самое мы можем упаковывать свою мечту и символически нести нести ее на гору там он убил это слишком круто вот это слишком то есть мы можем то есть каждый свою мечту и поход идем да то есть как бы как ну то есть рождается сайт несешь свою мечту заложили открыли сделали там этот из завоялими оставили там заходовались мы здесь мы вознесли мечту о вознесем мечту вознесли мечту каждый свою оставили в материальном виде я делал соцопрос очень многие женщины хотят именно на природу то есть как бы вы смотрели если бы там мои женщины на женском клубе я уже написал вот пятый клуб женский клуб в ступках мужской я написал да это дочернее предприятие от терема и я его организую встречу в беседе женский клуб фон женщин запрещен а то идеология терема дрогнет у нас там обязательно какой-нибудь мужчина потому что как жопа сказала это отвлеклась и многие подтвердили что он потребует платно нет нет жаль жаль мы рады каждый мужчина у нас король так роман мы в ту сторону травка что разу давать давайте на кирпичу рейна и прям вообще нравится туде по красивым местам на велосипедах допустим взяли собой в прокат допустим велосипедов там поехали это частности как мы там и каким способом а типа велопробег там флажки поставили велопробег когда делать велопробег вот это вот и когда люди даже просто поедут а кто это типа едет на это есть клуб терем а чё-то клуб на территории исполнения еще еще одна тема как это можно сделать то есть как открывать новые города то есть собрался костяк кому-то сели на машину флаг возгрузили приехали в другой город там кто-то уже подготовил площадку сделали несколько показательных выступлений желающие это ну оставили там капитана кого-то там и уехали то есть открывать новые города это я уже об этом думал что почему терем только новосибирскому локализуется надо экспансию у нас есть мечта каждый второй четверг месяца во всех городах россии в 6 часов начинается терем вот экспансия то есть это реально мозговой штурм и в большем времени но каждого у каждого свое здесь у меня вот какая идея вот твою идею воплотить значит по поводу планара да мы просто это же может быть вебка просто переносимую сейчас есть у нас вай-фай да сейчас он занимается 6 часов у нас выпка и в режиме реального времени человек может просто сидя в любом точке земли заходили на и участвовать в таком вот в таком этом на природу офигительная вещь просто вынести уже такие вебки есть можно посмотреть и мир там и даже некоторыми поуправлять но все они завязаны на электричество и на энергию вот вот твоя вещь вообще офигительно что вот она поворачивается за солнышком то есть модуль поворачивается вырабатывает энергию а человек еще управляет вебкой и на этом на самом деле это надо просто как бренд делать или на этом можно там рекламу подтягивать потому что охрана все равно этого места нужно если там за с государственными структурами там природными заказниками всякими кстати сразу же идея то есть продолжение моей твоей идеи наши идеи есть проблема это учет различных редких видов животных и они как правило устанавливают просто камеру которая работает от аккумуляторов и которая там начинает работать от движения если такие вот камеры устанавливают и она еще и поворачивается то для лесников это вообще чудо чудное ну там кто занимается тиграми восточной допустим леопардами которых осталось там всего в природе 40 вот все вот пожалуйста то есть если мы такой проект протолкнем на какой-то региональный или там российский рынок это вообще прямо давайте отрисуемся еще раз да тема выездов потому что тема выездов кто бы еще как хотел предлагайте идеи время у меня еще есть это на вернулся с лыжного похода мы по алтарь ходили лиц апреля на лыжа матом а вот эти слова как можно на неделю поэтому вот на лыжах с палаткой нет я предлагаю первый выезд это должен быть такой легкий как бы пробный шаг или там чтобы мы отрабатывали какие-то технологии технологию сборов технологии то что у нас есть у каждого слоя что-то должен быть так и что-то ну в результате какой-то и общее допустим общий какой-то большой дом или там общая какая-то переносная баня мобильный и так далее вот и надо просто определиться ближайшее время куда мы пойдем и это пускай однодневный выход может быть с каких-то подготовкой культурной программы в том смысле что если мы идем там не знаю рядом у нас какие-то форпосты там наши древние места есть вариант совсем совсем-совсем рядышком но почти выездной это юрта в завельцовском парке для самого-самого-самого начала во сколько стоило бы вот юрту вот это вот на терек откупить просто я узнаю и просто там загаситься и все а можно еще попасть город руян под томском да кстати это перспективы в Акунево я просто очень место в Омской области север Омской области уникальнейшее место просто Акунево у меня уже есть опыт туда я ездил и сейчас у меня там группа небольшая на лето организуется но мы можем и свое организовать просто люди приходят туда и вот с какой мыслью идет она вдруг либо проявляется либо что-то там подтягивается к его мысли это к вопросу тому что символическая упаковка своей мечты вознесения на место ну там силы природы я назвал прямо реально там есть люди которые там арабский шейх приезжал туда прямо что-то там произошло а то есть там места силы и места силы на самом деле ну ближе к лету зимой там сложновато давайте следующий терем в юрте проведем да вот давайте про ближайшую это просто следующий терем провести в юрте обстать это май ты смотришь на нет почему май у нас сейчас март у нас 10 апреля получается 2 четверг это 10 апреля и во первых во первых выезд мы планировали на день это значит не вечером ехать не выходной день 1 до просто терем просто но убивки это параллельно юрте проблемы потому что туда идет народ толпой то есть она не будет наши на выходные с юрты можно просто следующий день провести там просто провести там это не выездной с ночевкой абсолютно это не преддверие что было интересно то есть из всего того чего перечислили я конечно фестиваль и не просто чтобы между собой чеком выехали на это такой фестиваль грандиозный разговор то есть приглашаем там из различных институтов там и римовцы все значит и собственно говоря таким образом на этом фестивале люди новые что-то там контакты завязываются новые мысли возникает и все такое очень интересно когда подтянется археология вот если там это все не гарантированно это зависит от от того места культурную программу можно наполнить очень интересно чтобы в фестивале используют различные техники это важно обмен опытом женский клуб мужской клуб однозначно за всегда не хватает знаю по опыту там тренингов что мужчины прямо на вес золота они все консервативные не идут никуда вот если это прямо семьи поедут то это вообще в рамках семьи вот ячейка нам еще больше сплачется когда мужчина женщина идут вместе них уже не будет там лишних разговоров или то что вот отметил что необходимо главное так сказать генеральная идея тема не просто фестиваль а вот именно какая-то генеральная идея тема очень она как бы шапка направление дает и в рамках вот этого направления можно там различные веточки важно для меня было ну да понятно что я не один этим буду заниматься и не все один тащить совместное участие всех для всех то есть необходимо для организации задействовать чтобы каждый вложился да свой труд вложил там вас свои возможности и вот это реально будет чувствовать что он тоже что-то сделал но ответственность собственно себя на себя выступление капитанов очень интересно чтобы они поделились опытом и рассказали о том что была какая-то идея да и когда-то обмозговали что такое к чему пришли это мотивация будет реальная мотивация для всех тех ребят студентов и так далее кстати почему-то промолчал что вот на таком фестивале можно то есть организовывать различные группы и в том числе рассказывать может даже преподавать что ребята мы сейчас давайте вот такая тема поговорили там что такое иван купала и вообще кристинизации руси к чему она привела то есть вот пожалуйста людям просто легко будет и понятно и интересовать сейчас уже начали интересоваться когда это в сжатой форме мне всегда нравится преподаватель в чем его преимущество да я могу и сам много что прочитать и книжки он уже это все прочитал и дает мне вот сжатой форме я отберу эти формы да если мне что-то не нравится и либо лезу снова читая либо что-то свое добавляю но концентрировано вот это вот фестиваль будет концентрация мне интересно про флажки и флаги терима очень здорово очень заинтересовала экспансия я уже давно про это думал я уже говорил что мне не хватает допустим реально мне не хватает раз в месяц встреч я конечно постараюсь на все остальные походить про вебки это прямо вот супер то есть уже проекты которые могут реально начинать работать то есть складывается только технологическую вещь отработать и то что мы можем как символическую упаковку своей мечты куда-то там на место силы природы приносить то есть это не просто мотивация а это как бы мыслеформа которые собственно говоря приводит как правило ну что ж роман тут больше ты нас постарался поддержать своим выступлением капитаном проекта но мы поддерживаем и благодарим тебя за твое выступление